Приветствую вас, и, во-первых, хочется сказать, что если вы человека любите, действительно любите, то необходимо разобраться с тем, что для вас вообще значит любовь, то есть как вы воспринимаете любовь, как вы чувствуете любовь, потому что пока, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы озвучили, я думаю, что любовь вами понимается весьма-весьма неверно, а точнее, точнее, ну скажем так, эгоистично немного. То есть любовь для вас, любовь для вас, это постоянное нахождение с человеком в отношениях. Любовь для вас, это постоянное нахождение с человеком в отношениях. Тогда, как на самом деле, любовь – это скорее отдача, отдавание и готовность отпустить. И, соответственно, если у вас этого не происходит, то можно ли говорить о том, что вы человека любите действительно по-настоящему? Можно говорить о том, что у вас к нему имеется привязанность, это да. Можно говорить о том, что вы в нем нуждаетесь, это да. Но если вы в нем нуждаетесь, то тогда нужно понять, в чем именно вы в нем нуждаетесь, чего именно вы хотели бы, что именно вам нужно, понимаете, от чего именно вы зависите. потому что именно это является самым главным. Вы не сможете сделать человека счастливым в любом случае, если будете на него так сильно давить и лишать его какой-то свободы, самостоятельности и так далее. Просто потому, что человек будет постоянно чувствовать себя, ну, под давлением, а в отношениях под давлением быть не вверх. С другой стороны, ваши желания, ваши глубинные потребности, которые имеют место быть, при условии, что эти глубинные потребности, обусловлены вашими, опять же, условиями жизни, да, вот. Эти потребности необходимо разобрать, потому что они важны. И если эти потребности разобрать, то я полагаю, что вы сможете жить более свободно, более спокойно, более самостоятельно. То есть первое, что нужно вам сделать, вы уже достаточно взрослый человек. Прежде чем это сделать, нужно сначала понять для себя, что есть любовь для вас, что такое любовь для вас и что именно конкретно вы хотите от молодого человека. То есть для чего вот это все то, что вы делаете? Зачем вот это все то, что вы делаете? Какой целью вот это все то, что вы делаете? И справедливо ли то, что вы, можно сказать, заставляете своего молодого человека давать вам то, что нужно вам? Мне особо интересует, может ли он это дать, есть ли у него такая возможность или нет. Опять же я не думаю, что это справедливо, опять же я не думаю, что это правильно и адекватно. А главное достойно, достойно того, что молодой человек, ну как бы для вас делал. Вот. То есть он опять же достойно того, если этот человек действительно вам дорог. Дальше. Сама природа ваших отношений такова, что вы изначально занимали более активную роль в отношениях с ним. Сама природа ваших отношений такова. И тут нужно также определить почему так. То есть если вы занимали, ну скажем так, лидирующую роль в отношениях, или может быть даже не лидирующую, а, например, номинирующую роль, то это было для вас чем-то обусловлено. И мне бы хотелось, чтобы вы обязательно определили это, чем для вас обусловлено то, что вы взяли на себя большую инициативу. Ведь влюбленность – это не любовь. Влюбленность – это еще не любовь, еще не, ну, не настоящее чувство. Понимаете? Вот. Поэтому здесь нужно, конечно, обязательно как следует разобраться. с этими моментами. Потому что мужчина рядом с вами, ну, он, скорее всего, не чувствовал себя мужчиной. как, ну, как таковым. Потому что вы его изначально подавляли. И этим может объясняться тот факт, что он никак не может определиться. То есть у него вроде бы есть к вам привязанность. Вроде бы все знакомо, вроде бы все здорово, все привычно, все понятно, все классно. Вот. Но в то же время мужчиной себя с вами почувствовать он не может. И именно это заставляет его сомневаться. Далее. Значит, вам нужно понять для себя, какая женщина мужчине важна. какая женщина может сделать его счастливым. Понимаете? То есть именно, именно счастливым какая женщина может его сделать. То есть какая женщина должна быть рядом с ним. рядом с мужчиной для того, чтобы, ну, значит, какая женщина нужна для того, чтобы мужчина чувствовал себя наиболее гармонично. Как бы. в отношениях. Понимаете? И ответить себе на вопрос. Можете ли вы ей быть и что для этого нужно или нет? Для этого не нужно спрашивать что-либо у него. Для этого нужно просто скорректировать свое поведение. Дальше. А почему вы не можете быть в отношениях. То есть почему мужчина все время вас как бы обталкивает. Почему так? Дело в том, что вы не свободны. Вот сами в отношениях вы не свободны. Вы не гармоничны и именно поэтому, потому что вы не гармоничны, мужчина не чувствует себя с вами таким гармоничным. для того, чтобы обрести гармонию, нужно в первую очередь понять, с чем связана ваша ревность, от чего она становится, почему она имеет место быть, что для вас означает тот факт, что мужчина может найти себе другую женщину. Разве не будет для вас это счастье? если он найдет себе другую и будет с ней счастлив. Если снять, то почему? Значит, помимо того, что для чего он вам нужен, я рекомендую подумать еще и над таким вопросом, чего вам не хватает без него. Понимаете? И вот все эти ответы на вопрос помогут вам увидеть те фонарики, которые и посолкнут вас к правильному решению. Я бы не сказал, что вы сможете здесь и сейчас прямо заниматься какими-то вещами. Гармону нужна психотерапия, чтобы избавиться от зависимости. Вы сейчас своего мужчину идеализируете и вы думаете, что только с ним будете счастливы. И вот на эти вопросы, почему так, тоже нужно ответить. Поэтому как следует подумайте обо всем том, что я сказал. И если будет желание, выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и начинайте с ним работать. Потому что пока вы для своего мужчины не более чем ребенок, который постоянно чего-то от него требует. Это, соответственно, очень сильно отталкивает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.